Но еще раз хочу сказать, государство, наверное, ожидало бы получить несколько иной итог. Поэтому мне кажется, что в ходе нашей дискуссии, лучевой вопрос, это вопрос организации той системы исследований и координации этих исследований, который бы обеспечивал поддержку этим исследований как на политическом уровне, так и на уровне корпоративного сектора. Поэтому да, действительно Николай Павлович прав. Необходим совет при правительстве. Скорее всего, необходим совет при ФАНО, совместный с ФАНО и Российской Академией Наук. Я предполагаю, что, наверное, он мог бы быть организован достаточно мереохранительным образом. Совет, при нем могут быть отдельные секции, при секциях могут быть рабочие группы. И тогда понятен механизм координации работ в связи с тем, что это распределенные государственные задания. Если бы с некоторой периодичностью эта система работала, это позволяло бы даже в рамках действующей системы работы с государственными заданиями, в режиме, ну, по крайней мере, квартального анализа, оперативно носить изменения в планы НИР и уточнять государственные задания. Это технические решения, но они возможны. Поэтому, коллеги, мне кажется, что вот та дискуссия, которая у нас сегодня прошла, ну, она, во-первых, в общем, не расставила на все точки над «и». Я думаю, что необходимо каким-то образом консолидировать наиболее эффективные и разумные решения. Скорее всего, в общем, подготовить некоторый аналитический доклад и представить его строительство. Может быть, обсудить совместно с Российской академией наук. Но создать некоторый формат давления на тех, кто должен принять решение. Ну, а вам большое спасибо за то, что вы активно приняли участие в этой дискуссии. Спасибо большое всем, Игорь Михайлович. На самом деле, важно, наверное, научиться. Пожалуйста, Николай Антонович. Я позволю тоже себе сказать несколько слов благодарности всем участникам сегодняшнего мероприятия, поскольку, конечно же, вот так вот концентрированно услышать масштаб, объем задач, которые сегодня стоят перед наукой в Арктике, это впечатляет. Но мне кажется, действительно, здесь очень важно все-таки сделать правильные выводы из всего, что мы сегодня говорили. Управленческое решение, оно, как уже все сказали, и все это понимают, оно просматривается. Организационно-исследовательское это понимает, это некий следующий этап, который мы должны все вместе принять и найти выход правильный для того, чтобы получить то, о чем мы говорим, о результате. То, о чем говорил Александр Яковлевич, другие представители бизнеса и судостроители. Конечно же, всех интересует практическое применение того опыта и знаний, потому что, безусловно, я вот прекрасно понимаю, что выращенный цветок – это не просто украшение, как вы, мне сказали, называете, букет от мамонта, да, или цветок от мамонта. Это, конечно же, основа под пониманием, а что же произошло за тот огромный период, который был. Но нам сегодня, безусловно, очень важно изглянуть вперед и тот набор знаний и умений, который будет разрабатываться сегодня, действительно получить от них результат. Мы, как Архангельская область, как вот та площадка, которую вы сегодня здесь собрались, не преследуем цель, я это повторюсь, я говорил об этом выступлением, натянуть что-то на себя. Мы сегодня очень благодарны всем за то, что мы собрались здесь и поговорили о том, куда же идти. Архангельская область, и не Салихард, и не Мурманск, и даже не Якутия. Это действительно большой и сложный проект, к которому мы все должны подойти, понимая глобальность и значимость этой задачи. Я хочу пожелать всем такого хорошего, целеустремленного движения вперед, для того, чтобы эти проблемы решить. Спасибо вам большое, и я хочу всем пожелать всего самого творческого и доброго. Спасибо. Спасибо, Владимир Владимирович.